Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 26 февраля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе все внимание приковано к военным действиям, которые разворачиваются на территории Украины. Сельское хозяйство не может остаться в стороне от этих событий, поэтому большую часть выпуска мы посвятим вопросу, как вооруженный конфликт отражается на аграрном секторе. Все, что известно к полудню пятницы. Далее в нашем выпуске. Начать разговор стоило бы с того, какую роль играют Россия и Украина на мировом рынке продовольствия. Территорию Украины и южные территории России аналитики условно называют причерноморьем. У наших аграриев много общего, схожие климатические условия, близость к портам, ориентация на экспорт сельхозпродукции. На долю Причерноморья приходится 30% мировых поставок пшеницы, 19% мирового экспорта кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Очевидно, что сбой в доставке сельхозпродукции с Причерноморского региона – это огромный удар по всему мировому рынку. Ведь странам, которые традиционно приобретали у нас зерно, бобовые, масличные, придется срочно искать других продавцов. Вырастет спрос, а вместе с ним и цена на продовольствие. Этот страх стал отражаться на биржах еще в начале месяца, но 24 февраля опасения агроаналитиков приобрели материальную форму. Россия начала военные действия и закрыла передвижение коммерческих судов по Азовскому морю. Федеральное агентство морского и речного транспорта России сообщило, что сделало это по команде Минобороны и что запрет на передвижение продлится до особого распоряжения. В свою очередь Минтранс 24 февраля доложил, что российские порты в Черном море работают в обычном режиме. В тот же день коммерческие перевозки по морю приостановила и Украина. Это было сделано в целях безопасности. Сельскохозяйственный трейдер компания «Каргил» сообщила, что 24 февраля в Черном море военный снаряд попал в зафрахтованное «Каргилом» океанское судно. К счастью, никто из экипажа не пострадало, судно сохранило свои мореходные качества. Инцидент произошел у берегов Украины. В российской акватории также два судна были обстреляны, один из членов экипажа получил тяжелое ранение. Судоходная компания «Маэрск» заявила, что из-за военных действий приостанавливает все заходы в порты Украины до конца февраля и закрывает в свой главный офис в Одессе. О приостановке работы в зерновом порту в Николаеве заявила компания «Бунги», которая также приостановила работу двух своих перерабатывающих заводов в Николаеве и в Днепре. Временно закрыла терминал в Одессе компания «АДМ». Директор Савэкона Андрей Сизов указывает на то, что экспортерам зерна сейчас будет сложно договориться о фрахте судов из-за военных рисков. В краткосрочной перспективе традиционные покупатели российской пшеницы могут переключиться на закупки зерна из Евросоюза, Аргентины, Австралии и США. Но продолжительное отсутствие поставок пшеницы из Причерноморья может грозить продовольственным кризисом в странах Северной Африки. Кроме того, проблемы возникнут у турецких мукомолов, которые снабжают продукции страны Ближнего Востока. Для перевозок сельхозпродукции существует и еще одна угроза политическая. Посол Украины в Турции попросил Анкару закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей. Президент Турции сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины, но отвечать на просьбу о закрытии проливов пока не стал. Интересы мирных жителей нашей планеты защищает конвенция Монтре, которая устанавливает свободу прохода торговых судов через проливы и в мирное и в военное время. Но чем дело кончится, никто не знает. Сломанная агрологистика стала драйвером роста мировых цен на продовольствие. В четверг, 24 февраля, фьючерсы пшеницы в США достигли самого высокого уровня середины 2012 года. Мартовские котировки мягкой пшеницы подорожали более чем на 5%, до 340 долларов за тонну. На Парижской бирже мотив котировки мартовских контрактов на закрытии торгов составили более 354 долларов за тонну для мукомольной пшеницы и свыше 313 долларов для кукурузы. Сенсацией стал тендер Египта, объявленный 24 февраля. Компания ГАСК намеревалась приобрести неустановленное количество пшеницы для отгрузки с 11 по 21 апреля. И получила только одно предложение от французской Витеры, которая была готова отправить одну лодку по цене 399 долларов за тонну ФОП. И это невероятная цена, потому что на предыдущем тендере румынская пшеница, даже с учетом фрахта, стоила всего 339 долларов за тонну. В конце концов, по 400 долларов Египет пшеницу купить все-таки не решился и отменил тендер, ссылаясь на то, что получил всего одно предложение. Тем не менее, глава Совэкона Андрей Сизов допускает, что мировые цены на продовольственную пшеницу могут превысить 400 долларов за тонну, а цены на кукурузу приблизятся к этому уровню при самом плохом сценарии, то есть если значительная часть российского и украинского зерна не будет поставлена на глобальный рынок. По оценкам Совэкона, Украине до конца сезона осталось экспортировать около 6 миллионов тонн пшеницы и 13-14 миллионов тонн кукурузы. Россия – около 7 миллионов тонн пшеницы и 1-2 миллиона кукурузы. Что касается внутреннего российского рынка, то здесь трейдеры заняли выжидательную позицию. Брать повышенные риски компании не готовы, поскольку невозможно предсказать уровень цен через полтора месяца. Главы некоторых государств и правительств приняли ряд санкций против России, однако аграрный сектор пока в значительной степени остается незатронутым. В Минфине США отметили, что экспорт и реэкспорт сельскохозяйственной продукции из России остается разрешенным, чтобы избежать воздействия санкций на третьи страны. Так что на сельхозпроизводители они будут влиять пока только косвенно, как в принципе на любой частный бизнес. Банк России пообещал, что будет оказывать любую необходимую поддержку тем банкам, которые попали под западные санкции. В их числе, кстати, оказался и Россельхозбанк. Организация поспешила успокоить клиентов. О возможности введения санкций, известно еще с 2014 года, и банк за это время накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов, убедили в организации. Самое главное, что санкции не затронули наши планы провести два круглых стола на конференции «Интерогромаж» в Ростове-на-Дону. 2 марта мы поговорим о рентабельности масличных культур – подсолнечника, льна, рапса и сои, а также о технологии возделывания этих культур. 3 марта обсудим, какие инвестиции нужны каждому хозяйству и окупаются в короткий срок. Приезжайте на «Интерогромаж» и не пропустите мероприятие издательского дома «Крестьянин». Подробности в ссылке под видео. В связи с началом военных действий мир испытал резкий скачок цен на минеральные удобрения. В последние несколько недель, например, карбамид в Европе дешевел, но буквально за ночь, 24 февраля, цены подскочили на 200 долларов за тонну. Это означает, что цена мочевины выросла где-то на треть, менее чем за 12 часов. Конца этому развитию не видно, пишет немецкое издание «Агрархот». Европа переживает, что могут снизиться экспортные поставки минеральных удобрений из России. Это в первую очередь ударит по сельскохозяйственным рынкам Северного полушария, поскольку их пиковый сезон потребления приходится на второй квартал года. В России до 1 апреля продолжает действовать запрет на экспорт аммиачной селитры, а также до 31 мая заводы обязались сохранить фиксированные цены. В свете последних событий, когда экспорт зерна практически стал на паузу на неопределенный срок, теперь немного наивно выглядит новость, которую мы узнали 22 февраля. Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут ответила в письме депутатам Госдумы, что Минсельхоз не поддерживает идею отменить экспортные пошлины на зерно. По ее словам, отмена зернового демпфера в условиях нестабильного мирового рынка негативно отразится на отраслях животноводства и переработки. Это может привести к снижению финансовой устойчивости предприятий данных отраслей, а также спровоцировать рост цен на широкий перечень социально значимых товаров – хлеб, яйца, муку, вермишель, мясо и молоко. Оксана Лут отметила, что в России наметился рост цен на хлеб, поэтому правительство готово повторить прошлогоднюю меру поддержки – субсидию на производство хлебобулочных изделий. Только если в прошлом году компенсация составляла 2 рубля за килограмм хлеба, то в этом году она вырастет до 2,5 рубля. Чтобы было понятно, насколько велика эта хлебная субсидия, мы показываем вам булку хлеба Екатеринодарского. По подсчетам Российского союза пекарей, представленных в Госдуму, себестоимость килограмма такого хлеба в Южном федеральном округе составляет 58 рублей за килограмм. В других регионах хлеб стоит дороже. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем всем сохранять спокойствие, не паниковать и надеемся, что военный конфликт, который сейчас происходит на Украине, в скором времени закончится. Оставайтесь с нами.